В Хабаровск приехала делегация Министерства обороны ЮАР. Её принимало руководство Восточного военного округа. Гости из этой страны в регионе впервые. Они сразу оценили на высоких берегах Амура совсем не как в Африке. Дружеский десант и приодели потеплее, и накормили из солдатского котла по зимнему рациону. Пришлось ли по душе африканцам русское сало? Алексей Сбарский следил за реакцией. В буквальном смысле тёплый приём устроили дальневосточные военные своим коллегам из ЮАР. Заметив, что гости чувствуют себя неуютно при температуре 0 градусов, им предложили облачиться в армейские бушлаты. Когда же южноафриканским офицерам сообщили, что это обмундирование рассчитано на эксплуатацию при минус 50, они поверили не сразу. Как можно выжить при такой температуре? Гостей уверяют, это вовсе не предел. В Восточном военном округе хватает места, где личный состав несёт службу в таких условиях. Это учтено и в рационе. В холодное время года увеличены порции чеснока и сала. Глава делегации отважно решил испробовать это секретное оружие на себе. Получилось не сразу. Это очень вкусно, но очень солёно. Вот что я вам скажу, и очень жирно. Я готов представить, что это надо есть только когда очень холодно. Российский Дальний Восток делегация военных ЮАР посещает впервые в истории. Офицерам всё хочется опробовать лично, в том числе и современные танковые тренажёры, которые воспроизводят поведение настоящего танка. Это очень хороший тренажёр. У нас есть не такие, конечно, но похожие. Из тренажёрного зала гостей везут уже на полигон, где личный состав показывает, чему научился за время, проведённое в учебном центре. За танковыми стрельбами гости наблюдают с пристрастием завзятых театралов, пришедших на премьеру. Но особый блеск в глазах появляется после приглашения на стрелковый рубеж. В завершение визита гостям из Южной Африки предложили опробовать российское стрелковое оружие. И хотя официально на вооружении армии ЮАР наши автоматы готовки не стоят, некоторые члены делегации вполне сноровятся по бибе огонь из Калашникова. На вопрос, где подполковник так научился стрелять из нашего оружия, он отвечает уклончиво, где-то в Африке. Зато на похвалы самому автомату не скупится. Он лёгкий, простой в обращении, надёжный. По-моему, это один из лучших автоматов в мире. Гости из ЮАР показали, что они лыком шиты и могут успешно управиться даже с незнакомыми видами пулемётов и снайперских винтовок. Доказательством тому постоянно падающие мишени. Подводя же промежуточный итог к своему визиту, офицеры из далёкой Африки признаются, самое сильное впечатление на них произвела не только боевая выучка наших солдат и командиров, но размеры России вообще и Дальнего Востока в частности. Я убедился, что Восточный военный округ один из самых крупных военных округов в России. А после визита в военно-исторический музей я понял, что у этого региона богата история и этот регион богат сам по себе, как и вся страна. Я очень впечатлён тем, что сегодня увидел и могу сказать, что Россия без всякого сомнения великая. В следующем году в ЮАР с ответным визитом ждут российских военнослужащих. Африканские военные обещают, несмотря на то, что их вооружённые силы по численности почти в 12 раз меньше наших, они найдут, чем удивить коллег из России. Алексей Избарский, Борис Андреянов, 5-й канал, Хабаровский край.